эти огромные шары я делала первый раз училась училась я вас не учу и не буду учить я просто покажу как я их сделала и хочу сказать коль я их сделала значит это может сделать каждый вот эти шары я давно и хотела сделать вот сегодня их сделал красивые шарики может они так извините но должны понять что это доступно всем можно приготовить кружочки вырезать но коль у меня есть дети а у них есть куча игрушек я заметила вот такие такие интересные часики такой интересной формы ну почему мне не воспользоваться этим поэтому я взяла листик бумаги обвела эти прекрасные часики и вырезала значит вот для такого шарика я вырезала 24 круга он более такой мощный насыщенный объемный а для этого 12 кружочков здесь я брала сколько три цвета там брала четыре цвета красный желтый зеленый и белый так вот таким образом я нарисовала теперь я вырежу должна сказать что здесь работать конечно не на пять минут немножко больше я пока разобралась как это сделать надо вы конечно с этим справитесь лучше чем я и быстрее но работа того стоит потому что получаешь удовольствие и в итоге в принципе я взяла то что я хотела нет шары понравились шары или как я их называю еще фонарями хорошие то есть уже садик есть что будут занести ну естественно возле елочки а если елка будет большая то и на елку повесим что я делаю потом значит потом пополам если был бы это кругом я бы тоже его согнула пополам так это это складываю пополам опять таки стараюсь конечно чтобы это было более менее аккуратненько вот еще затем каждую начинка пополам сложил вот это одна половинка вторая теперь вот эту половинку буду складывать пополам и эту половинку пополам можно еще на более такие ну еще можно сложить это это пополам но я больше не делала потому что не хотела запутаться работа то у меня первая эта работа лишнего не хотела делать хотела чтобы получилось и вот когда я сложила я вот три листика скажу покажу на трех ну как говорится на трех покажу будет тоже можно взять хоть сто три одинаково и так чтобы не запутаться я вот так их сложу и теперь нужно мне склеивать значит вначале я буду клеить вот эти серединки где мой клей можно в точках но я даже не в точках наносила клей а вот наносила вот так вот легонечко вот я сопоставляю ровненько чтобы было аккуратненько и и складываю и складываю сопоставила вот теперь вот у меня еще такой листик вот эта серединка беру оранжевую ну я так для наглядности чтобы было видно я брал допустим две два оранжевого и кружочка два синий кружочек тут не имеет значения склеила аккуратненько теперь мне нужно сопоставить эти кружочки по парам вот парочка парочка но их нужно склеить еще таким образом значит вот эту серединку я уже склеила вот она у меня склеена теперь я буду накладывать вот эти два кружочка на два кружочка и склеивать буду вот эти боковушки вот эти боковушки я буду склеивать ну не важно там с той стороны с этой если я буду так закладывать так значит я наношу здесь клей опять таки нанесу вот так же с этой стороны ну тут можно наносить можно не наносить вот что было хорошо видно то есть я склеила вот эти боковушки вот таким образом я здесь мы только четыре да значит в одном шарике было двенадцать кружочков в другом двадцать четыре ну вот здесь будет двенадцать потом что я буду делать дальше вот я их уже собрала когда я их собрала там должны склеиться вот эти заготовочки склеены я складываю пополам 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 вот по этим линиям там у меня склеено а тут я пополам и разрезаю ой аж руки тремтять а вдруг испорчу ой аж руки тремтять у меня мы будем стараться не портить я покажу что у нас там получилось вот такое что-то должно получиться вот получилось немножко значит когда я это разрезала теперь я возьму ну использую одну из этих заготовок тут неважно их нанесу клей вот на эти боковушки то что я разрезала вот сюда я нанесу клей так или можно вообще-то проще было бы вот так вот на этот весь лист по краям я наносила клей вот я показываю как я наносила так я и делала вот так вот то есть я потом выкладываю эти боковушки вот на эту заготовочку такую чистую здесь разрезано здесь это так вот это получилась такая ну тетрадочка да пусть будет тетрадочка пусть будет книжечка что как вот такой в принципе ее не будет видно она будет в середине вот а мне надо будет это все склеить так теперь что мне здесь нужно склеить посередине потому что я не склеила вот эти да то есть вот это я сделала одну половинку на шарик таких половинок мне нужно сделать две вот я их уже сделала еще одну такую половинку я уже сделала видите я все фиксирую потому что клей такой чтобы хорошенечко склеивать вот одна такая половиночка и вот вторая такая половиночка вот я ее раскладываю видите здесь клей хорошо застыл вот она красавица наша теперь эти две половиночки я их склею я их склею сложу и склею между собой вот но перед тем как склеить ну в принципе можно сейчас и сделать я их буду склеивать между собой где мой клей в общем как я говорю легко и просто главное не запутаться в этом деле так одна половинка вторая аккуратненько я их складываю склеиваю хорошенечко сопоставить нужно вот эти ребрышки хорошо и опять таки я возьму для надежности опять шила здесь делаю дырочки с одной стороны вот и с другой стороны может быть этого делать не надо но я что-то попробовала и у меня этот шар распадается но думаю чтобы он не распался и не подвел меня вот так я его все-таки возьму и так ниточкой прихвачу с одной и с другой стороны туго я не завязываю просто прихватываю может вы сделаете по-другому но я вообще не люблю сложности всегда делаю как проще как лучше и как быстрее для того чтобы его сделать быстрее так вот этот способ мне кажется самый быстрый такой более-менее надежный так ну прихватила захватила я их облежу надо будет веревочку веревочку или бантик или ниточку или ленточку мы все потом привяжем а пока будет так наступает волнительная минута и вот шар должен превратиться в шар то есть я должна вот эту книжку развернуть уже здесь две которые я склеила чтобы она мне не распалась вот так вот и аккуратно так тут главное вот это вот стянуть и опять таки клеем нужно нанести это будет у нас уже вот тут сзади видите тут что-то что неудобно клеем наносить вот а вообще если делать такой шар это уже из моего опыта нужно делать из двадцати четырех таких листочков вот он тогда будет легче его сводить вот это легче делать безопаснее как я говорю легче он сводится он пышнее он естественно красивее хотя кажется больше как бы работает там нарезать этих кружочков но пусть лучше дольше немножечко конечно но в принципе не настолько дольше но зато легче проще и красивее вот это тоже неплохое но вот этот красивый видите он пышный он такой роскошный потрудиться то есть нужно вот таких вот две половинки вот одна половинка и вот вторая половинка такая пышная и потом легко и просто склеивается красивее это такой ускоренный метод на быструю руку а это уже конечно такой красавчик но это тоже имеет место для жить хоть он такой более бедненький худой еле-еле душа в теле но тем не менее в общем просто легко уже если десять штук мы я сделаю то одиннадцатый можно сказать что это легко просто быстро вот так вот делаете работаете украшаете елки квартиры всадите украшаете комнаты детские всего вам доброго ничего себе здоровье вашу маму и там и тут передают и танка и танки не и и м и м м